здравствуйте друзья добрый вечер я сегодня в пятницу чуть пораньше еду домой сейчас может быть часов 6 вечера и мы обычно в санта-круз перебираемся где-нибудь попозже но когда трафик спадет знаете с вечера бывает народ куда-то движется вот а мы попозже и я вот это видео сейчас сделаю повешу и не знаю будет ли у меня время чтобы сделать то что я сегодня снимал со светланой к я я показал как мы ходили там в рыбный ресторанчик без лиц как бы и голосов просто еду показывал а потом мы пришли к нам в офис и довольно продолжительное время ну то есть не три часа но так некоторое время возник разговор спонтанно мы не готовились у нас не было какой-то темы особой для разговора но я думаю что нам вам будет интересно послушать потому что там какие-то новости есть я для себя вот как бы это назвал как новости в вопросах эмиграции и в основном там вот о каких-то новых вещах и как к ним правильно подходить ну и так по ходу дела все время какие-то вопросы возникают как начнешь там на какую-то тему тут вопрос там вопрос и так вот мы спонтанно побеседовали без какого-то плана вот я надеюсь что вам будет интересно посмотреть светлана вообще здорово говорит она с одной стороны грамотный очень а с другой стороны у нее речь хорошая мне мне очень нравится она так четко формулирует и и при этом она очень доброжелательная то есть действительно вот есть люди которым хочется мир сделать лучше и я я в этом смысле вот чувствую родственную душу плюс они софии одесситки знаете в прошлом это какая-то особая энергетика я хочу сказать одесса такое место непростое вот что еще сказать хорошая была неделя я немножко так подустал вот три раза там насколько это три раза это 15 часов я у доски простоял за неделю так тяжело я еще там что-то делал кроме кроме этого как-то мне тяжело трудно далось я отвык в таких количествах хотя было время так я мог и вдвое делать но как-то что еще завтра мы наверное завтра скорее в субботу нежели в воскресенье мы отправимся на ярмарку называется county fair в городе ватсонвилл к нам приедут друзья гарик прораб вот вы знаете наверное те кто нас смотрит те знают гарик прораба с супругой значит и мы так сговорились что мы поедем на эту каунти-фэр ну я честно говоря там никогда не был но когда мы ходили в капитоле по wine and art фестивал несколько раз мы на каких-то американцев таких благообразных натыкались ну там разговор такой дать люди со стаканчиком ходят беседует там чуть ли не обнимаются и несколько человек нам сказали ребят если вы там никогда не были это абсолютно вообще необходимо это такое потрясающее место а началось это с того что мы наткнулись на женщину у которой такие красивые петушки были с такими ну прическами потрясающими гривами вот и она сказала что она на этой фэр их там фотографируют а потом уже значит как-то там дорисовывает подрисовывает превращает уже так сказать в полотно вот этих красивых петушков но и курочек там курочки такие но все потрясающе совершенно и мы подумали что вот надо туда поехать и люди которые там тоже смотрели на этих петушков и на курочек они говорят да псан если вы там никогда не были это такое место где надо быть однажды вот а сама эта женщина которая рисовала мы ее спросили будет ли она там она сказала знаете ребята это это слишком продолжительное мероприятие это среда четверг пятница суббота воскресенье это сразу пять дней где у меня нет сил чтобы пять дней на каком-то там мероприятие стоять со своим этим лоточком так вот если там два дня на выходные я еще могу она пять дней это уже там через чур вот такой примерно план значит я надеюсь что сегодня вечером мне удастся вывесить то что мы снимали со светланой а уже завтра мы заснимем и наверное тоже вывесим то что будет на каунте фэр я может быть вот еще что скажу в в развитие темы что вот люди не как-то немногие смотрят ярмарки там фестивали какие-то там бегонии там и так далее значит дело в том что конечно есть вещи такие сиюминутно важные там ну действительно визовые вопросы там иммиграционные курс доллара там и так далее но у нас очень много людей гораздо больше чем смотрят вот эти видео гораздо больше людей которые говорят что им интересно америка им интересно люди жизнь вот этих людей у нас невероятное количество народу говорят показываете дорогу вот интересно что там по дороге ездит и как она ездит и насколько чистая дорога и что там за травка слева и справа там и так далее поэтому я я так радостно снимал вот этот вот wine and art art festival и то же самое вот я также радостно двигаюсь там на эту каунте фэр потому что вы видите там людей вы видите их лица вы видите как они улыбаются вы видите как они разговаривают вы видите насколько они раскрепощенные доброжелательные вы видите прямо настоящих вот людей поймете это не то что на канал кого-то пригласили вот они ходят там ну вы видите художников которые стоят там возле своих этих стендов вы видите как они рисуют вы видите что это такое радостное яркое солнечное искусство а не какие-то депрессивные там я я не знаю там закоулки бетонные там железобетонные коробки и так далее где хочется там застрелиться или там покончить собой другими способами то есть это жизнь когда мы придем на каунте фэр там совсем другая публика я так понимаю будет это место сельскохозяйственное ватсонвилл там очень много вокруг полей производства всякого сельскохозяйственного переработки там население в этническом плане там очень-очень много выходцев из латинской америки да вот вот латино с испаноязычного населения это будет совершенно другая публика чем например вот в капитоле или там в лос-алтес или там даже в маунтин-вью там сани вели и так далее это вот и я как бы считаю что моя функция состоит то чтобы показать страну такую как она есть там мне этот как не говорят кто-то мне заплачивает госдеп мне госдеп не оплачивает ничего я как бы считаю своей обязанностью показать вот вот просто камерой показать дело ведь не в том что этом сказал еще за кадром хотя тоже может быть кому-то интересно там комментарии какие-то но вы же глазами тоже видите вот я не комментирую то что на дороге но вы же видите то что на дороге понимаете поэтому у вас какое-то впечатление создается вот я я камерой я показываю вот я могу вообще молчать но просто я не люблю молчать и люблю была боль поэтому я так еще как-то комментирую вот и я надеюсь что светлана ко мне присоединиться она как-то знаете у нее был такой порыв она свой блог начала вести а потом как-то ей стало тем не хватать вот она там на на два десятка тем поговорила а потом как-то вот вот и все но я надеюсь что она еще вернется в строй там действующих блогеров у меня и заготовочка для нее есть такая картиночка вот так что мы мы дождемся вот просто нужны темы хорошие про воспитание детей там и так далее у нас еще будет я думаю целая серия сюжетов мы надеемся что к нам приедет из санкт-петербурга сюда психолог такой михаил бородянский его зовут он сейчас для нас делает тесты для школы но вообще он занимается очень серьезными интересными вещами и мы надеемся что он когда сюда приедет он тренинг нам приведет как читать это те тесты которые нам делает как их интерпретировать но между между делом значит он проведет еще несколько занятий которые мы несколько групп которые мы надеемся собрать поэтому я думаю что мы еще на эту тему тоже поговорим и светлане это интересно она очень как бы погрузилась вот во все эти дела так что вот такие события нас ожидают такие сюжеты нас ожидают в ближайшие дни счастливо и и и и